Полторы тысячи бегунов из разных стран покорили 123-этажный небоскреб Лоте Уолт Тауэр в Сеуле. В вертикальном забеге участвуют мужская и женская команды, а также пожарные. Вместе с профессиональными спортсменами штурмуют лестничные пролеты и бегуны-любители. От старта до финиша атлетов отделяют почти три тысячи ступенек. Победителем среди мужчин стал поляк Пётр Лободзинский. «Я счастлив, потому что улучшил своё время с прошлого года. Забег удался. Это одна из длиннейших вертикальных дистанций в мире. Высота здания 500 метров, и здесь 123 этажа. Очень тяжёлый забег. Я старался бежать постоянно, но последние восемь этажей прошёл пешком». В женской команде победу одержала австралийская бегунья Сьюзи Уолшем. «Первые 20 этажей у меня на хвосте постоянно были другие девушки. Мне нужно было очень постараться, чтобы не бежать слишком быстро, потому что тогда под конец мне было бы очень нелегко. Я себя сдерживала. А ещё нельзя позволять себе смотреть на номер этажа. Хуже некуда, когда смотришь на этаж, а тебе ещё полпути. Так что я заставляла себя смотреть только на ступеньки». В команде пожарных первым пришёл к финишу кореец Ким Мин Су. «Я решил поучаствовать в забеге, чтобы напомнить людям, спасателей пожарной из Сеула, которые защищают жизни людей и их дома, обладают большой физической силой». Небоскрёб Лоты Уолт Тауэр – самое высокое здание в Южной Корее. Вертикальный забег прошёл здесь во второй раз.